Итак, вы смотрите на мою модель и думаете, что это был не самый распространенный вариант. Нет, 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 нет. В Советском Союзе эти модели были практически везде и всюду распространены. Почему эти модели были распространены? Во-первых, их выпускала восточно-германская, а, да, восточно-западная, восточно-германская структурка, которая выпускала модели в размере 1 к 100. И, в принципе, Комет-4, эта модель, она распространялась практически везде. То есть раньше были замечательные штуки под названием Орсы, отдельные склады по материалам для каждого человека, и они были, естественно. То есть, по большей части, эта модель была практически везде. Вопрос, какая она была в модели, это уже другая тема. То есть, когда мне начинают сказки рассказывать о моделях самолетов, то только 1,72 и только к 1,48, я вам скажу, что, во-первых, это все, естественно, бред. Сами модели самолетов, ну, в топе, в большей части, появились не так-то и давно, в 1964 году они начали развиваться. Было чуть-чуть раньше, было чуть-чуть позже, но основные модели самолетов начали развиваться после того, как пластик стал не таких больших денег стоить, естественно. И все начали выпускать свои продукции различного модифицирования. В Российской Федерации это было очень мало, хотя потом уже тоже много закупили, и стало чуть-чуть больше моделей самолетов. Это, естественно, Западная Германия, Восточная Германия выпускала 1 к 100. Потом уже потихонечку все это дело начало развиваться, и, в принципе, что сегодня, сейчас мы можем говорить. Огромное спасибо, естественно, дивному Китаю, потому что, когда я брал машину, собирал F-14, я посмотрел, пришлось все это дело затирать, естественно. На ней было написано «Made in China». То есть Китай в свое время захоботил Америку, и все это дело начал у себя выпускать. И огромное спасибо Китаю за то, что он вообще в породе свой есть. Если бы Китая не было, я бы не смог улетать на самолетах радиоуправляемых. Это ему отдельное огромное спасибо. Ну, малости еще. Другая тема есть. Это тоже там лечится. Ну, не лечится, а делается так, что я бы смог бы прожить немножко подольше. Ну, сегодня мы не про это будем говорить, мы про эту модель будем говорить. Что это за машина? Комет-4, да, Комет-4. Он был выпущен одним из первых самолетов на двигателях не совсем поршневых. Здесь были турбореактивные двигатели. После этого у нас нарисовался еще один самолет, Ту-104, переделанный из Ту-16. И вот у них возникли дивные проблемки. В чем у них возникли дивные проблемки? В том, что наш самолет немножко подпрыгивал, ну, а потом валился в штопор. А этот самолет просто разваривался. Просто летал, летал, летал и разваривался. Летал, летал, летал и разваривался. И почему все это дело произошло? Сейчас объясню почему. Потому что усталостные напряжения металла возникли, естественно, и у него бым-бым-бым-бым все это валилось. И давайте все-таки определимся в количестве... У меня сейчас сын говорит, почему он не хочет становиться. А я говорю, ты станешь, пожалуйста, командиром воздушного судна. Пункт номер один, это, во-первых, пенсия. Пораньше немножко, естественно. Мягко, так скажем. Не то, что наша идиотская пенсия, опять 64 года, опять 65, а чуть-чуть пораньше, естественно. А потом, если ты будешь заниматься истребителями, а я стараюсь, потому что когда в детстве у меня была живность такая, что я всю жизнь любил самолеты. С самого детства раннего, естественно. В 89-м году я пошел, 88-89 год я пошел учиться на пилотов, и меня немножко швырнули по проблеме небольшого количества веса. То есть не хватало, и роста тоже не хватало, и меня просто так чпокнули. А так бы, конечно, телевидение бы здесь не существовало, я бы летал, и в принципе... В принципе. Вот теперь другой принцип. Принцип, почему мне это дело нравится, потому что я всем говорю, ребятки, давайте все-таки вспомним молодость былую. Я не знаю, что сегодня и сейчас, но может быть это игрушки, хотя смысл в чем? Я не въезжаю. То есть вот нам это дело нравилось. Единственное, что, когда мы это дело покупали, у нас не было, естественно, никаких там аэрограф... Какие там аэрографы были? Это был 90-80 год. У меня получилась вот эта моделька, была в 81-м году, мне ее подарили. Ну, сделали или купили, я же не знаю. То есть когда мне говорят, что я был плохо, я говорю, да я далеко был неплох. То есть мне говорят, что мама была плохая, я говорю, мама была неплохая, но в связи с тем, что она была единственным человеком в семье, а папа у меня как-то слинял, вот, чуть-чуть раньше, естественно, то есть, естественно, она не могла мне все сделать, потому что, допустим, у людей камы появились чуть-чуть раньше, чем позже у меня появилась кама. У них был навороченный вариант, у меня был не совсем навороченный вариант, Но неплохо. Конечно, у меня раньше появился Азив-77, который я уже забрал. Сегодня Азив-77 занимается мой брат Иван, у которого, естественно, он вернул ее на круги свои, собрал его, до ума довел. Молодец, что я могу сказать. Молодец. То есть, Иван тоже занимается этими делами. То есть, мы начинаем заниматься хобби. Почему хобби? Потому что хобби — это наша жизнь. Что такое ваша жизнь? Это бегание за машинами? Ну, бегайте дальше. Наше хобби немножко по-другому. То есть, я вернулся на круги свои, а теперь возникает другой вопрос. В принципе, у меня было, ну, примерно, наверное, сейчас из разряда того, что было в Магнитогорске, это примерно либо пять, либо шесть, может быть, семь самолетов, которые были. То есть, они были шикарно хорошо распространены. Та же самая структура восточно-германская давала нам возможность собирать эти самолеты. Хотя мне когда говорят, что вот размеры, я говорю, ребят, ну, в принципе, я залазил в интернет, и там любые размеры самолетов есть. У меня также есть любые размеры самолетов. И вы, наверное, не помните, да, а иногда-то надо было вспомнить, когда вы заходили, куда? Куда вы заходили? Любое туристическое агентство, да, и там смотрели самолетики. То есть, у меня есть два самолета, я их купил, потом еще один самолет я купил, потом еще один самолет я купил в аэропортах, ну, и там, где нужно было. То есть один мне понравился, когда мне на борту отдали, еще второй у меня был. Как бы вам сказать, то, как мы летаем за рубежом и то, как мы летаем в Российской Федерации, это две, 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 две разные вещи. У нас, когда мы летаем на наших бортах, такое ощущение, что с нас пытаются все деньги выдернуть. Твари, конечно, твари. Ну зачем? И мне когда говорят, что у нас борта были сложные с бензином, так мы где находимся? Это страна-бензоколонка. Мы будем считать, что она естественная бензоколонка, потому что количество нефти, которое мы вырабатываем, это вообще не что по сравнению с нашим населением. Ну не надо сказки мне рассказывать. Так заправляйтесь наши борты, нашим топливом и все остальное. Ну нет, 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 вы уже решили бабки заработать. Зарабатывайте бабки, это ваша проблема. Потом не говорите, что когда будет суд, вы будете скулить. Да скурите на здоровье, потому что вы твари. Я ненавижу этих вещей, понимаете. Раньше мы летали на самолетах, это было никаких проблем. Мне когда говорят, что самолеты разбивались, я говорю, так вы посмотрите, сколько разбивалось самолетов и сколько разбиваются автомобилей. Вы ничего не уезжаете, да? Потому что машина это самое сложное транспортное средство. Почему оно сложное? Потому что ты ездишь где? По трассе. Трасса это что? Ну примерно 6 метров асфальта. Дальше приехали. И вам необходимо внимательно следить за машиной. Да, да, да. Это мы среднюю трассу. Не будем там про международную трассу, там 4 полосы в ряд. Хотя и там они бьются, потому что они сидят и вал опинают. Не верите, пожалуйста, есть YouTube. То есть там-то людей больше ушибаются, чем на самолетах. В процентном соотношении это вообще больше вариант. То есть будем говорить о том, что самолеты это гораздо, даже меньшее удовольствие, чем вы будете ездить на автобусах. Потому что и автобусы тоже бьются, но количество людей. Ну ладно. То есть это были первоначальные модели самолетов. Почему это вот в этой раскраске делается и почему нет декалей, сейчас объясню. Потому что вы видите, скорее всего, один единственный самолет. Может быть, я не знаю, может кто-то и сделал, ну шут его знает, пока я не видел. То есть раскраска такая существует. Она существует в других размерах 1 к 144, от 1 к 100. Я попробую, естественно, заказать декали, они будут чуть позже, естественно. Но она мне и так понравилась. Единственное, в чем возникла дивная проблема вот этого самолета, почему я их собираю. Потому что я не собираю новые самолеты. По одной простой причине, потому что это какие-то космические денег стоят, я не доезжаю. Оно кому-то нужно, оно может быть кому-то нужно, но мне-то нет. То есть есть люди, которые хотят зарабатывать деньги. Ну, дайте-то бог, дайте-то бог. Я беру, конечно, машины, которые были уже ушатанные. То есть эта машина была в более или менее нормальном состоянии. Ее, в принципе, можно было не переделывать. Я попытался подкрасить декали, но, как бы вам сказать, я посмотрел, я в нем, не надо думать, что я вот тупоголовый чмошник. Нет, дорогие мои. Я посмотрел те декали, глянул пятая, десятая, посмотрел внимательно. Ну, как бы вам сказать, при всем богатстве выбора Советского Союза декальки у нас были никакие в Советском Союзе. И поэтому, включив мозги, мне пришлось все это делать переделывать. Но был маленький вариант в том, что эта машина была целиком покарашена. Раньше у них была такая штука под названием клей. Очень интересный, весьма интересный. Не то, что сейчас. Сейчас качественный клей, естественно. Раньше он такой был. Не сильно быстро сохнущий, не так, что сегодня, сейчас, грубо говоря, за 10 минут он уже полностью встает. Нет. И он был покрашен. Там еще такая штучка была. То есть, вот эти машины продавались. У них там была красочка такая. Не пришейка, были хвост. И вот ее нужно было бы типа нанести. Она всегда была серебрянкой. Ну, наверное, это было нормально. Но, с другой стороны, это было совершенно ненормально. И он был весь покрашен этой серебрянкой. Я внимательно посмотрел. Ну, может быть. У меня никогда так не получалось. В детстве я тоже пытался. Не получалось в природе своей. И мне пришлось потихонечку все это дело переделывать, перелизывать. То есть, верх отура, естественно, залита. В том числе шпаклевкой все это вырезано. Постарался сделать максимально красиво и ровно. Но по старой краске, если бы это была бы оригинальная, не декаль, это пластмасса, если была оригинальная пластмасса, то краска легла бы хорошо и красиво. Сегодня, сейчас мы будем говорить о том, что на старую краску, причем я попытался ее убрать, но не все удалось убрать. То есть, некоторые проблемки возникли. Причем некоторые проблемки я потом еще и дальше докрасил. Но будем считать, что эта машина летала. Так это должно быть. Чуть позже, естественно, это будут декали. И почему мы сейчас будем говорить все-таки о хобби, да? То есть, мне нравятся люди, у которых есть хобби. Почему они мне нравятся? Потому что эти люди воткнулись. И им уже, в принципе, не нужно постоянно работать для ребенка. Вот, допустим, что меня лично касалось. До 18 лет я, ну, скажем так, до 16 лет, потому что там были некоторые проблемки. Я не так часто дома ночевал, и 5-е, и 10-е. То есть, я понял, о чем идет речь. Для меня лично было необходимо сделать карьеру. А карьера начиналась уже с такого возраста. То есть, я в 17 лет поступил в институт. В 18 лет я получил права. И, в принципе, ну, может быть, не помогали вопросов, нет? Но я постарался сделать так, чтобы не очень сильно напрягать своих родственников. Я не очень сильно напрягал своих родственников. В следующий раз я вам покажу то, чем я занимался. Там были модели самолетов, естественно, другие. Но сегодня сейчас эти модели больше, красивее, вкуснее, интереснее и качественнее. Но это тоже есть хобби. Мне очень нравятся люди, которые занимаются филателлией. Я тоже занимался. Мне очень нравятся люди, которые занимаются нумизматикой. Я тоже занимался. Есть люди, которые читают книжки. Очень хорошо. Есть люди, которые занимаются музыкой. Есть люди, которые занимаются телевидением, есть люди, которые занимаются машинами, но с машинами сложности по одной простой причине, либо мы идиоты, либо как-то так. Других вариантов я не вижу, потому что мы сейчас начнем говорить о качестве и количестве рекламы, о качестве и количестве рекламы не мной диктуется, и вы должны посмотреть, что есть такие конторы под названием, может быть, у вас денег побольше, какой-нибудь вонючка сраный, который продает эти электроинструменты, ну, наверное, у них денег больше, чем Big Mac, McDonald's, TFC, ну, сложности, да, так вот они всегда работают, они всегда, все нормальные конторы работают только по телевидению, вот это бредятина про интернет-издание, ребятишки, сейчас то, что вот у вас там есть, не у всех людей, естественно, есть нормальный человек, который меня смотрит, а есть люди, которые думают, что интернет это очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень занимаюсь то есть грубо говоря через три месяца уже будет 30 лет какие работы на телевидении неужели вы думаете что человек который работает на телевидении который живет с телевидением который думает об этих вещах может написать и сделать красивое качество конечно это делает если с мозгами все хорошо и делается ровно но давайте все-таки определимся вопрос это я для ютюба естественно может когда-нибудь поймет о чем идет речь и рали человек написал музыку и типа все должно быть хорошо и красиво хотя с другой стороны я эту музыку могу демонстрировать если уж очень сильно могу написать чья это была музыка именно поэтому кое-что мне приходится переделывать оказывается музыка рулит телевидение это говно а вот музыка блять музыка должна рулить ну я не знаю мне это в принципе все не сильно то и нравится естественно ну да ладно вот такая ситуация у нас возникает то есть если мы не будем жить для себя и для людей это что будет ну может кто-то так хочет жить я стараюсь не делать этого потому что потому что а почему это не делаю потому что своему сыну даже говорю сынишка я тебе практически все сделал тебе осталось совсем немного я тебе все объясню доложу доведу до сведения почему я могу довести до сведения нашу жизнь в российской федерации потому что я некоторое время назад 1996 года начал уже с политикой заниматься не визжать зря кстати то есть то я о чем вам говорю имеет право и имеет жизнь вы можете это не слушать но с другой стороны лучше слушать это и нужно для того чтобы хотя бы немножко мозги своих включать почему почему я про это говорю потому что я вижу что будет ничего хорошего реально хорошего не будет потому что я это знаю не буду дальше рассказывать зачем но есть другие места где все немного по-другому есть 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 это просто посмотреть посмотреть подумав и сделать грамотный вариант один из лучших мест кстати жительства для человеков стандартных ну наших с главе это называется белоруссия очень грамотное государство с качественным и отличным руководителем раз другие страны тоже есть если мы занимаемся самолетами это небольшие финансовые возможности которые вы выдерживаете своего кошелька если мы занимаемся радиоуправляемыми самолетами они тоже есть это чуть-чуть больше средства которые выделяются из своего кошелька если мы занимаемся аппаратурой профессиональной но вы моя за моей спиной можете видеть правильно это тоже другие денежки чуть выше если мы занимаемся филателии ну она примерно из вот этой оперы если мы занимаемся нумизматикой а вот если мы занимаемся тоже этим занимаюсь собираем большие машины то есть настоящие машины которые уже в раритете это другие деньги которые почему-то пока нету почему нету потому что наши товарищи которые занимаются бизнесом тупорылые это все вы мне говорите что есть нормальные люди в девяносто девяти процентов случаев магнитогорске они все тупорылые не понимают о чем у них речь сидят спокойненько я даже однозначно думаю что они умные в чем они умные в том что они сидят в городом одиночестве привлекая дополнительных специалистов которых они не будут ни деньги платить ничего не просто экстра кэш кидается почему потому что все прекрасно понимают что для возраста 65 лет у нас человек авто из-за разряда мужиков доживает очень очень малое количество то есть вы должны понимать что что для нас сделал наше дивное государство на тоже отдельная тема женщины конечно живут гораздо дольше на 20-30 лет бывает такая ситуация потому что мужик ушибает себя так вот я пришел к выводу что ушибать это уже не нужно и поэтому я счет гордым в одиночке сын есть он может приходить в любое время никаких проблем нету но большую часть жизни теперь перевел не на финансирование дивных поездок и на финансирование ваших ваших женских потребностей надо приходили не надо для меня самый простой вариант есть девушки и весьма легкого поведения это спокойнее грамотнее это наша жизнь понимаете либо куда-то в другое место переезжаем и в другом месте допустим отношение женщин уже другое то есть мы возвращаемся куда мы возвращаемся к нашему воровскому государству аварии везде и всюду как только вам дали крылышки а потом принесли денежки и вы начинаете воровать поверьте мне не воровал мне моя жизнь нравится больше потому что я свою жизнь делюсь с теми с кем это необходимо они мне звонят и всем четко объясняю как жить с некоторой болячкой ладно сегодня не про это сегодня мы поговорим про вот эти модели самолетов они будут продолжаться но 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 я не могу делать бесконечно быстро тут не надо мне рассказывать сказки что ты должен просто сидеть на них должен работать мне в телевидении есть у меня еще есть строительство а вы не думаете что я просто лох с пейджером ну да отдельный лох с пейджером четвертый дом уже достраивает так самостоятельно ну чтобы это было понятно о чем ли ты и все машиночки господа мои я делаю своими руками вчера кстати сделали китайский автомобиль прикольно было интересно и когда у тебя трое мозгов и шестеро рук и плюс еще интернет это делается гораздо быстрее я вам честно говорю это жизнь это наша жизнь и говорить о том что вам необходимо на кого-то работать я бы сказал мне это не нравится потому что потому что человек на которого я работаю он не для меня все делает он делает все только для себя может быть просто подумать об этих вещах и кое-что исключить и тогда жизнь станет повеселее и интереснее и вы не будете только этим заниматься потому что есть товарищи которые замечательно делают строительные материалы которые сами это делают которые устроят кое-что своими силами в этой жизни сделал когда мне говорят что ты лох я говорю я наверное лох безупречный лох тупоголовый лох но лох с мозгами